Всем привет! В этом видео поговорим о том, что американские компании могут за дешево купить европейские энергетические предприятия. Западные эксперты считают, что текущий энергетический кризис в Европе сильно ударил по перспективам европейских энергокомпаний, которые потеряли львиную часть прибыли и пребывают в тяжелом экономическом положении. Агентство MarketWatch сообщило, что плохое финансовое состояние европейских энергокомпаний обусловлено в первую очередь расторжением нефтяных и газовых контрактов, заключенных с российскими предприятиями. Российский газ и нефть приносили ранее европейским компаниям львиную часть прибыли. Российские энергетические компании не допускали до внутреннего рынка европейских государств. Газпром, Роснефть и другие российские компании поставляли ресурсы в Европу по оптовым ценам. При этом европейские компании к оптовой цене прибавляли существенную наценку и фактически наживались на перепродаже российских ресурсов европейскому бизнесу. Теперь европейские предприятия в результате санкций ЕС фактически лишились этой маржи. Оказалось, что перепродажа ресурсов из других стран не приносит прежней прибыли. Происходит это потому, что европейские правительства в целях борьбы с инфляцией замораживают тарифы на газ и свет. Правительство Великобритании, Франции, Германии и других стран также увеличивает налоговое бремя и вводит дополнительные налоги на сверхприбыли энергокомпаний. Это с одной стороны. С другой стороны, работники европейских нефтегазовых компаний бастуют и требуют индексации зарплат не ниже официального курса инфляции. На фоне указанных новостей совокупная рыночная капитализация европейских энергетических компаний за 2022 год рухнула на 400 миллиардов евро до 2,7 триллиона евро. Инвесторы распродают акции европейских компаний, которые выкупают американские энергетические предприятия. Сообщается, что американские власти в будущем могут установить не косвенное, а прямое влияние на европейскую энергетическую систему. Если и сейчас такое влияние оказывается через цены на американский газ и нефть, которые поставляются европейским энергетическим предприятиям, то в будущем продавать ресурсы европейскому бизнесу и населению американские компании смогут напрямую. Это заметно ослабит возможность еврокомиссии оказывать влияние на стоимость энергии в Европе за счет различных ценовых ограничений. Сообщается, что европейские энергетические компании в будущем могут перейти под контроль американских нефтегазов корпораций ExxonMobil и Chevron.